Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. В сегодняшнем выпуске клубок проблем вокруг российских рейтинговых агентств. Подведены итоги очередного рейтинга самых влиятельных финансистов России. Мегапроект Почты России и Внешэкономбанка. Фондовые индексы России завершили неделю в зеленой зоне. Индекс РТС финишировал на уровне 1450 пунктов, поднявшись за неделю на 40 пунктов. Индекс ММВБ вырос к концу прошлой недели до опубликованы результаты очередного рейтинга портала банкир.ру – самые влиятельные финансисты России. По итогам последних трех месяцев 2009 года три первых места в топ-30 самых влиятельных финансистов вошли президенты Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка – Герман Греф, Андрей Костин и Петр Авен. Наиболее влиятельными чиновниками страны в сфере финансов признаны министр финансов России Алексей Кудрин, председатель Центробанка Сергей Игнатьев и министр экономического развития Эльвира Набиулина. Полностью рейтинг самых влиятельных финансистов в России публикуется на сайте банкир.ру. Ричард Хейнсворт, директор национального рейтингового агентства «РусРейтинг» в интервью банкир.ру рассказал о причинах повышения рейтингов российских банков. Казалось бы, в кризисной ситуации это нелогичное или несвоевременное решение. «РусРейтинг» консервативно подходит к оценкам, заверил Хейнсворт. Однако в кризисной ситуации выясняется, что некоторые банки были переоценены, а некоторые, наоборот, недооценены. Кризис – это некая точка, когда все ставится на новые места, резюмирует эксперт. О проблемах финансовых рейтингов, беззалоговых аукционах и роли Центробанка в преодолении кризиса читайте в интервью с Ричардом Хейнсвортом на сайте банкир.ру. Кирилл Гуманков, руководитель проектов «Абсолютбанка», пишет о создании нового банка на базе Почты России. Создавать почтовый банк имеет смысл лишь при условии глобальной модернизации отделений, как с эстетической, так и с технологической стороны, полагает колумнист. Необходим подбор нового персонала, который во многих случаях будет попросту заменять ныне действующих сотрудников. Чтобы в почтовых отделениях можно было пользоваться банковскими услугами, необходимо техническая интеграция с кредитной организацией, говорит эксперт. Подробнее читайте на сайте банкир.ру. Ассоциация «Россия», профессиональный портал банкир.ру и журнал «Банки и деловой мир» проводят сбор вопросов для разговора с представителями Центрального банка России. Вы можете принять участие в этой акции и задать интересующий вас вопрос Центральному банку России на сайте банкир.ру. Подробнее об этих и многих других темах финансового рынка читайте на сайте 3wbankir.ru. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели.